В эфире служба новостей Саров 24 в студии Кирилл Осенин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Кинотеатр без попкорна. В зале художественной галереи установили новое оборудование. Куда звонить, если в доме нет тепла, течет крыша или в подъезде не делают ремонт? На канале 16 продолжает работу проект «Городской дозор». Победа на домашнем льду. Хоккейный клуб Саров сухую обыграл черябинский челмед. Далее расскажем обо всем подробно. В художественной галерее прошла презентация нового кинооборудования. Звуковую систему экраны проектора установили на средство гранта Государственного фонда кино в размере 5 миллионов рублей. В новом кинозале зрители увидят анимационные, документальные, авторские фильмы и фестивальные картины. Не менее 50% из которых должны быть отечественного производства. Подробности далее. Сердце новой киносистемы – специальный цифровой проектор формата 10D. Лампа этого устройства очень быстро нагревается, остужает ее мощный канальный вентилятор, через который проходит 250 кубов воздуха в час. Фильмы в проектор загружаются с помощью жестких дисков. Отличительная особенность этого кинозала, что здесь не будет коммерческого кино. Здесь будет все-таки контент, содержание такое, которое отвечает запросам требовательных зрителей и может давать нашим горожанам качественное содержание. По периметру зала установлены колонки. Это специальная четырехканальная аудиосистема для современного кинотеатра, который создает объемный звук. Часть мониторов находится за перфорированным экраном. Благодаря новому кинооборудованию зрители увидят документальные, анимационные фильмы и фестивальные картины. Кино умное, образованное, интеллигентное. Это то, что всегда являлось нашей визитной карточкой. Мы будем продолжать эту линию вести. Сейчас полным ходом идет составление репертуара кинозала. Уже известно, что стартует новый сезон на обновленном оборудовании с показа цикла картин от Ритяковской галереи. Согласно договору и прокатным обязательствам, вход на ряд киносеансов будет платным. У нас можно будет купить билеты заранее. По сути, впервые. Потому что, мало того, можно будет забронировать билеты и выкупить их по броне. То есть, вот все, что дает система вот этой скассы, киношные специальные, мы всем этим уже научились пользоваться. Кинозал в художественной галерее вмещает 147 зрителей. Его официальное открытие для саровчан запланировано на вторую половину января. Куда бежать и что делать, если телефоны коммунальщиков молчат, а в доме, во дворе или на улицах города беспорядок. Протекшие крыши, холодные батареи, затопленные подвалы и нечищенные дороги. Решить эти проблемы горожанам помогает рубрика «Городской дозор». Как только в редакции раздается тревожный звонок, корреспонденты канала 16 спешат на помощь. Далеко не каждый готов заявить о своей проблеме на весь город, но если долгие часы в коридорах инстанций и горы заявлений в коммунальные службы не дают результата, выход один – обращаться на телевидение. Специально для тех, кто остался неуслышанным, вот уже несколько лет подряд на канале 16 работает рубрика «Городской дозор». Традиционно средства массовой информации считаются четвертой властью. И если кто-то хочет решить проблему, которая не решается, стоит на месте и нет возможности как-то ее продвинуть, то переведение этой проблемы в публичную плоскость, заявить о ней, рассказать о ней, показать, в чем состоит эта проблема, порой, что называется, творит чудеса. То есть действительно это та самая власть, возможность сдвинуть с места, с мертвой точки проблему, которую не решалось долгое время. Чаще всего по телефону 37200 звонят горожане, уставшие обивать пороги инстанций. За их плечами горы документов, заключения экспертизы, даже судебные иски. «Городской дозор» – это возможность заявить о своей проблеме на весь город, привлечь к ней внимание общественности одним словом, придать гласности и попытаться в очередной раз повлиять на ситуацию. Действительно, проблемы бывают разные. От небольшой проблемы, например, неубранного снега, до отключения горячего водоснабжения в целом многоквартирном доме. Поэтому, дорогой зритель, если у тебя есть проблема, которая не решается, ты устал оббивать пороги чиновников, позвони 37200, и мы отреагируем. Как показывает практика, после того, как к делу подключается телевидение, службы реагируют оперативнее и проблемы устраняют. Обращения в рубрику «Городской дозор» принимаются по телефону 37200. Почта России будет взимать таможенные пошлины при онлайн-покупках. 9 января 2019 года дан старт совместному эксперименту компании с Федеральной таможенной службой. Обязательный платеж будут взимать при помощи современных электронных сервисов непосредственно в момент покупки на маркетплейсе. Уже сейчас под эксперимент попадают интернет-покупки, стоимость которых превышает 500 евро. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России увеличили размер надбавки к страховой пенсии. Выплаты проиндексировали на 7,05%. Как пояснили в Пенсионном фонде России, размер прибавки будет зависеть от ряда показателей. То есть, чем выше у гражданина стаж, заработок, страховые взносы и количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, соответственно, сумма прибавки к ней после индексации. Саровчам предупреждают. Несмотря на морозы, прогулки по льду представляют серьезную опасность. Последние замеры показали, что на пруду Боровом вода промерзла на 23 сантиметра. На реке Сатис цифры примерно те же. Однако специалисты отмечают, что из-за подводных ключей в ледяном покрове образовалось очень много промоин, которые можно не увидеть под снегом. В связи с этим горожанам настоятельно рекомендуют избегать прогулок по замерзшим водоемам. В это воскресенье в Дививе пройдет открытый рождественский турнир по армейскому рукопашному бою «Новая смена-2019». В нем примут участие новички, которые принялись осваивать боевое искусство недавно. Нынешний турнир станет уже третьим по счету. Традицию проводить такие состязания в 2017 году заложила Саровская организация «Культурно-спортивный центр «Казачий острог». В девятый раз в наш город приедут юные исследователи православной истории, культуры и религии для участия в ежегодных детских и юношеских серафимовских чтениях. В этот раз более 200 ребят из Кировской, Курской, Московской и Нижегородских областей, а также Республики Мордовия представят свои работы на суд жюри. Начались как городские, через два года они стали областными, затем география серафимовских чтений стала расширяться. Мордовия, Курск, Москва. В этом году приехали участники из Кировской области. В силу специфики закрытого города не смогли вовремя оформить документы на въезд гостей с Дальнего Востока. В этом году даже была заявка Сахалина, но, к сожалению, очень поздно они заявились, прям практически перед Новым годом, поэтому мы просто вынуждены будем отказать, и они в этом году не приедут, но сказали обязательно приедут в следующем году. Так что до острова Сахалина дошла слова о наших чтениях. За 9 лет серафимовские чтения расширили не только географию, но и возрастные рамки. Если раньше в конкурсе участвовали школьники и студенты, то теперь организаторы пригласили воспитанников детских садов. К тому же программа чтений позволяет детям любого возраста проявить свои творческие и исследовательские способности. Мы не столько научные чтения, сколько просветительские, потому что большому счету цель их это приобщение к духовно-нравственной культуре России, к православной культуре, к культуре своего края, поэтому они такие краеведческие даже можно сказать. На открытии серафимовских чтений состоится премьерный показ мультипликационного фильма «Первоначальник», который сняли ученики Саровской православной гимназии. Помогал его снимать нам Александр Птичкин, это режиссер из Санкт-Петербурга, мультипликатор, педагог по анимации, он целый год детьми занимался, и он тоже приедет в наше чтение на открытие и будет, кстати, председателем секции видеороликов. Всего будет работать 18 секций. Членам жюри предстоит оценить более 150 детских проектов в нескольких номинациях. Эссе, литературно-музыкальные композиции, исследовательские работы, видеоролики. Защита будет проходить на трех площадках. Православная гимназия, духовно-научный центр, дворец детского творчества. Хоккейный клуб Саров в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги Кубка Шелкового Пути принял на своем льду Челябинский Челмед. Несмотря на то, что гости были настроены только на победу, удача улыбнулась нашим спортсменам. Итог игры 3-0 в пользу Саровской ледовой дружины. Всего ХК Саров провел в этом сезоне 39 игр и занимает 25-ю строчку в турнирной таблице. От зоны плей-офф саровских хоккеистов отделяет всего 12 очков, и чтобы войти в десятку лучших, им нужно как можно больше побед. В первой домашней игре в этом году в рамках высшей хоккейной лиги Кубка Шелкового Пути саровские спортсмены скрестили клюшки с Челябинским Челметом. Поддержать любимую команду пришли преданные болельщики. Играют сегодня отлично. Все получается. Ребята с азартом играют сегодня. Не как раньше. До Нового года не было у них азарта. Сейчас более-менее есть. Классная игра, классная, конечно. Не ожидал от своей команды. В первом периоде саровские спортсмены взяли инициативу в свои руки и через несколько минут распечатали ворота Челмета. А после забили еще одну шайбу. Второй период для обеих команд прошел сухую. Мы, конечно, проспали первый период. Потом уже было тяжело собираться. Но как бы моменты были и удаление, конечно, нас подвели. Но мы не смогли реализовать свое удаление. Это пятиминутное. Ребята все бились. Молодцы. Третий период показал, что саровская команда решила укрепить лидирующие позиции. И уже в конце матча отправила еще одну шайбу в ворота гостей. Отыграться Челмету не удалось. Итог матча 3-0. Тяжелая игра. Хороший соперник. Молодой, обученный, быстрый. Мы на это и нацеливали команду. Благодарен ребятам за самотверженность. Всех болельщиков с первой победой в Новом году. Счеты 3-0 на табло. Я думаю, что сегодня многое что получилось. И пользуюсь случаем. Хочу поздравить всех с наступившим Новым годом и Рождеством. Думаю, мы сегодня показали хорошую игру. И болельщикам спасибо. На сегодняшний день хоккейный клуб «Саров» находится на 25-й строчке турнирной таблицы. Следующая домашняя игра пройдет 12 января. Наши хоккеисты примут на своем льду спортсменов из Кургана. Начало матча в 17.00. Сделать ремонт и выиграть романтический ужин в одном из лучших ресторанов города. К Новому году салон «Ремонт в твоем стиле» подготовил для своих покупателей приятный сюрприз – акцию «Счастливый декабрь». Приобретая товары для своего дома, саровчане становились участниками праздничного розыгрыша. Салон «Ремонт в твоем стиле» супруги Загородневы выбрали по рекомендации знакомых и не разочаровались. В одном месте они сразу нашли все, что было необходимо – материалы, консультации специалистов и исполнителей работ. Приятным сюрпризом стала акция «Счастливый декабрь». Ее участники – это клиенты салона «Ремонт в твоем стиле», которые в конце прошлого года совершили покупки на чек свыше 10 тысяч рублей. Греет отношения. Вот это ключевой момент. И подобные мероприятия – это просто как часть системы отношений, которые выстраивают люди. И нам это нравится. 10 покупателей, 10 семей, которые начали, продолжают или уже завершили ремонт в своих квартирах. Объединяет их то, что за материалами и услугами они отправились в салон «Ремонт в твоем стиле» в декабре. Как участники акции все они получили фирменные подарки и возможность выиграть главный приз – романтический ужин в одном из лучших ресторанов города. Развлекательная программа, фуршеты – конечно, розыгрыш. Покупатели с замиранием сердца ждали, кто же стал победителем. Ваши аплодисменты! Загородний Григорий Владимирович становится победителем конкурса «Счастливый декабрь». Семью Загородневых на розыгрыше представляла дочка Арина. Родители говорят, у девочки счастливая рука, и она выиграла главный приз – сертификат на романтический ужин. Было неожиданно, но приятно. Мы очень благодарны клиентам за то, что они выбрали нашу компанию, приехали в наш салон-магазин, потому что в нашем городе множество различных магазинов. И то, что клиенты доверились именно нам, именно нашей компании – это огромное большое дело. И мы решили отблагодарить их той же монетой и организовать, и провести такую социально значимую акцию. Клиентоориентированность – это главная линия в работе компании. Свою деятельность она начала почти 9 лет назад, объединив профессиональных специалистов в области ремонтно-строительных услуг и продажи высококачественных отделочных материалов. А три года назад открылся и собственный магазин-салон компании «Ремонт в твоем стиле». Тогда в ассортименте были представлены только входные двери. Чуть позже появились межкомнатные двери. Затем напольное покрытие, натяжные потолки и пластиковые окна. Сегодня магазин «Ремонт в твоем стиле» – это тысячи наименований продукции для вашего дома. В том числе декоративная штукатурка, барельефы и камины, рольставни на окна, двери и ворота, предметы интерьера и экстерьера из художественной ковки. «Ремонт в твоем стиле» – единственные в Сарове представляют сверхнадежные двери «Стардис» компании из Добнов. При низкой цене очень высокое качество и надежность. У них гарантия до 15 лет на некоторые модели, то есть они дают. Плюс они делают нестандартные любой размеры, любой в конфигурации. Межкомнатные двери на любой вкус и кошелек от бюджетных вариантов компании «Браво» до интересных интерьерных решений от московских, чебоксарских и владимирских фабрик. Покупая дверь в салоне «Ремонт в твоем стиле», вы избавляете себя от забот по ее установке и демонтажу старой двери. Мы устанавливаем, сами демонтируем. Так как мы занимаемся еще и ремонтоделочными работами, то есть любой комплекс работы мы можем к установке двери приложить. Широкий выбор напольных покрытий от популярных ламината и линолеума до нового направления кварцейниловой плитки, которая представлена как в замковом, так и клеевом вариантах. Выглядит она так же, как ламинат или паркет, например, но служит гораздо дольше, потому что абсолютно не боится воды. То есть ее можно мыть, лить на нее воду, проливать, даже если затопит вас, то есть с ним абсолютно ничего не случится. А уже в этом году в ассортименте магазина появятся люстры и светильники. Для постоянных клиентов здесь действует гибкая система скидок. 15-процентные скидочные купоны для именинников, а также акции и сюрпризы к праздникам. Чтобы ничего не пропустить, следите за информацией компании «Ремонт в твоем стиле» в социальных сетях, а также на сайте «Ремонт в твоем стиле.рф». «Ремонт в твоем стиле» улица Куйбышева, 11, второй этаж, офис 30, дробь 3. Телефоны 7 953 555 76 04, 7 908 156 96 61 и 3 16 59. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.